В ночь на 13 сентября Азербайджан предпринял масштабное нападение на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. По официальным данным армянской стороны, есть 105 погибших военнослужащих. Вечером 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на собрании заявил, что готов подписать соглашение с Азербайджаном, чтобы гарантировать безопасность, прочную стабильность и мир Армении, даже если за это его будут критиковать и отстранять от власти. В ответ на заявление, прозвучавшее в парламенте, тысячи несогласных с подписанием документа граждан собрались на проспекте Баграмяна, напротив здания национального собрания, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Параллельно проходящему митингу последний вышел в прямой эфир и разъяснил, что никакого документа не подписывал и не собирается подписывать. С требованиями не подписывать документ с Азербайджаном прошел митинг и на площади в Степанакерте. Люди скандировали антипашиняновские лозунги. Тем не менее, Армения и Азербайджан достигли соглашения о прекращении огня с 20.00 по местному времени в среду при посредничестве международного сообщества, заявил в интервью общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Предыдущая попытка России добиться прекращения огня во вторник утром почти сразу провалилась, не вступив в силу. В ночь с 14 на 15 сентября значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе не наблюдалось, говорится в сообщении Министерства обороны в четверг утром. В своем заявлении российскому РИА Новости Василий Небинте, представитель РФ при ООН, сообщил, что на закрытой встрече Совета безопасности ООН все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Однако пока пресс-служба ООН не дает никаких официальных комментариев по данному вопросу. Что касается процессов, запущенных в ОДКБ, то начальник Объединенного штаба ОДКБ Сидоров заявил следующее. 13 сентября главы государства единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Республикой Армении и Азербайджан, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы, да еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вечера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем речь не идет. По последним данным, миссия ОДКБ все же приедет вечером 15 сентября, но не во главе с генсеком организации Станиславом Заси, а с самим Сидоровым.